Продолжение следует... Совсем встала. А тут совсем на краешке. Ваня из бруса. Сейчас зайдём, посмотрим. Продолжение следует... Всем привет! Следующий день. Ну что, покажу Ваню. Наконец-то я это дождалась. Муж тоже, думаю, что дождался. Вчера нам её привезли. И поставили мы её вот на это место. Тут у нас сарайка. Тут у нас дом. Конечно, может быть, скажете, что не на месте она поставлена. Но выбора у нас никакого нет. Я уже её и вот таким образом хотела поставить. А вообще, в идеале, конечно же, она должна была бы стоять вот там. Но, увы и ой, у нас уже сделан забор, который надо было разрезать. Потом было надо сваривать. Тут у меня септик. Вот он он, палочка поставлена. Тут у меня уже цветы многолетники. Естественно, это мне тоже очень жалко. И поэтому мы решили вот таким образом её поставить. То есть получается как бы буковка Г. Это она уже жёлтенькая, покрашена антисептиком. И, естественно, мы будем вот это всё красить. Я долгое время думала, как облагородить мне эту территорию. Баню я хотела уже давно, но не покупала, потому что у нас у Ксюши есть баня. Но что-то у нас есть такие задумки продавать всё-таки дом у Ксюшин. Поэтому мы окажемся вообще без бани. Сейчас они подешевели. Вот именно ту, которую я рассматривала, баньку, а именно вот эту. Я уже второй год её смотрю и просила скидку. И так и сяк. И нет ни в какую. А сейчас они взяли, скинули. И поэтому мы её взяли, не задумываясь сразу же. Баня у нас 2,30 на 6. Ставили, очень переживала, как мне её тут поставить. Тут тоже у нас забор. Вот он не рабится, как-то не знаю, как он называется. Здесь участок соседский. Здесь, благо, у них нет забора. Поэтому проблем не было. Вот здесь заехала машина. Там грузовая, не грузовая. Я не знаю тоже, не разбираюсь в этих машинах. Без проблем поставил. Мы не спрашивались, потому что, ну, думаю, мы не принесли им никакой ущерб. Муж убирал вот эту частичку у забора. Здесь ставилась лапа у машины. И вот таким образом она поставилась. В начале видео я показывала, как этот кран ставил нам баню. И опять же, опять же, а здесь-то у меня посажены деревья. Деревья, которые я пестовала, которые у меня болели да переболели. Но они так схватились, так хорошо взялись. Где-то отступало 2 метра от соседей, чтобы и там не затеняло, чтобы не было проблем. И поэтому, ну, наверное, будем всё-таки убирать вот эти деревья. Потому что близко к бане, баню на самую-самую уже, можно по нормам на метр от соседей отступить было и поставить баню. Это самое было бы идеальный вариант. Но так как у меня деревья, мне их очень жалко. У меня их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут у меня хорошие сливы посажены. Тут у меня ирга посажена. Тут у меня куст какой-то декоративный. Тут вот розочка прикрыта. И поэтому, наверное, всё-таки придётся. Потому что ветки будут задевать баню. Это сырость. Это, ну, не должно так быть. Поэтому, наверное, будем опять выкапывать их. А здесь вот такое пространство. Хотя бы, конечно, её бы сдвинуть к забору. Ладно. Значит, здесь два окошечка. Вот это окошечко. И с этой стороны вот оно, окошечко. Она ещё у нас в упаковке. Ещё набьё. Вот такая банька. Ну что, пойдёмте внутрь. Муж сейчас будет там разбираться. Всё укладывать. Так, у тебя чистые ноги. Да, у нас тут зима. Тающийся снег. Но, конечно, желательно раздевать. Я сейчас лично раздену обувь всё-таки, чтобы не ходить там, не топтать. Что? Пишите меня? Всё. Значит, вот такая деревянная дверь. Баня, значит, как я и сказала, или не сказала, не помню. Два и три на шесть. Здесь у нас три отсека. Этот отсек я захотела сделать побольше, чтобы комната отдыха, она как бы здесь у нас была. Сюда же вместе с баней у них столик был сделан. Две скамеечки. Вот она скамеечка и вот она скамеечка. Нет, вот она. Нет, да. Вот эта скамеечка, вот эта скамеечка. И ещё такая вот длинная лавка. Но здесь-то я хочу поставить какой-то диванчик, чтобы можно было летом, например, ну, мало ли, кто-то захочет гости пожить в бане. Поэтому мы не заказывали вот эту лавку большую, а должна была быть ещё одна скамеечка, которая в помывочной должна стоять. Также здесь у нас ступенька. Вот она ступенька. Там камни, баня под ключ. Также сделаны проводка вместе. Это что у нас? Это автомат. Щиток. Щиток, да, автомат. Выключатели, два выключателя. Здесь у нас где-то вот лампы, светильники. Светильники обычные. Пластмассовые здесь светильники. И здесь тоже пластмассовый светильник. Две двери. А это помывочная. С этой стороны печка. Печка обычная буржуйка, да? Обычная. Два краника у неё. С этой стороны краник и с той стороны краник. Слив вот здесь в центре. То есть здесь можно... Вот это вот вынимается, этот слив. И это тут тоже вот так вот вынимается. Здесь вставляется труба. И можно эту трубу куда-то в канаву пустить. А так вот он, этот тут слив. То есть она как бы немножко, да, под уклоном должна быть. Все пожарные безопасности, нормы предусмотрены. Ага, вот здесь у нас как бы тут... Да, это баня брусовая. Это чистый брус, натуральный брус. Бывает не натуральный. Так, окошечко. Окошечко. Плёночку сейчас будет муж убирать. Плёночку. Так, проводка. Всё тут идёт. И идёт она... Здесь окошко. Здесь окошка нет уже. И поэтому будет... Да, это парилка. Здесь уже светильник в жаростойке, да, получается. Вот такие лавочки. Не знаю, видно вам тут, не видно будет. Две лавочки. Они такие длинные. Ну и тут вот сама... Полок называем. Полок, да. Сама печка. Не видно, надо будет с телефоном потом подойти. Не буду тогда. Потом сделаю ещё обзор. Выход трубы идёт. Почему? Не сказали. Вбок. Вбок. И там вот эти вот все колены одеваются. И труба тоже. Почему вбок-то? Там тоже воздух, да, как бы должен... Да нет, чтобы крышу там не ослаблять, ничего там проще. Ну, чтобы, да, не протекала крыша, по-видимому. Я не знаю, почему-то они решили как бы вбок сделать. Скоро мы её испытаем. Здесь помещение-то небольшое. Где-то, не знаю, даже полтора может быть, да. А это-то поболее. Вот специально я комнату отдыха заказала у них вот типа вагоном баня. Вагонкой. Не там, не квадратной, а именно вот вагонкой я такую и хотела. В общем, мы при бане. У нас своя баня. Вот она, окошечко. Сюда тоже открывается. А, это с творочкой. Наглухо. Это не открывается. А вот, деньги-то повезём спросить, чем у них труба-то уплотняется. А, всё, дали трубу уплотнять. Дали. Вот там она. Надо спросить, как у нас печка. Усиление есть какое-то? Посмотри вон в той коробке уплотните. Вот. Усиление есть какое-нибудь для печки? Или, может, придётся самим что-то докапывать? Песок туда возить? Что-то класс под печку внизу, под домом. Хотя, как это сделать, не представляю. В общем, вот такая наша банька. У нас, видишь, она такая, я бы не знал, что прокатить и тяжёлая. А, вот там камушки. Вон они лежат. Там камушки и вон там под лавкой камушки. В общем, я такая довольная. Вся такая, растакая. Ещё мы не расплатились. Завтра поедем расплачиваться. Частично заплатили. Предоплату сделали. В общем, теперь надо будет облагораживать эту территорию. Здесь у нас сарайка. Сарайку тоже покрасим. Тоже в цвет дома. Муж не даёт снять. Всё, давайте, пока-пока. Ну, а вот где-то вот в этом месте я хочу сделать... Типа навеса, типа беседки. Такой, лёгкой. Может, крыша из полякарбоната. Какая она, чтобы конструкция была не напряжена, лёгкая. Тут у нас вот погреб. Его надо как-то мне его обиходить. Как раз он вот здесь на видном месте. При входе. Вкопали по рекомендации сына. И не туда, куда надо, вкопали. Я, конечно же, не хотела в это место вкапывать. Ну, вот сын уговорил меня. Надо было совершенно в другом месте. Муж говорит, вообще надо было в веранде. Ну, вот я не допёрла. Подсказали вот так. Вот мне сын подсказал сюда. Прямо около дома у нас здесь. И этот погреб. Конечно, раз вышел, и тут погреб. Но надо мне его как-то обиходить. Не на месте он тут, конечно. Но никуда уже не денешься. Поэтому здесь какой-то сделать постамент. И идти по беседочке. С баньки выйти. Попить чайку. На улице в летнее время. Гольными. В общем, как-то так. Ну, ладно. Это надо будет продумать. Может, вы что-то подскажете. Какую-то идею мне подадите интересную. Я, конечно же, приму к сведению.